Ну и в конце выпуска об экстремалах. Полюс холода в Аймеконе все чаще становится излюбленным местом туристов из разных стран. Недавно там побывали два москвича, братья-близнецы Филипп и Никита Сарельниковы. Они добрались до Уснеры из самой северной точки России, поселка Вайда-Губа, что в Мурманской области. Весь путь ребята преодолели на велосипедах, передает Артур Старостин. Эти ребята марафонцы и занимаются в основном альпинизмом. Экстремалы выехали из той самой точки еще в мае месяца и проехали за 118 дней 11 тысяч километров. Как они говорят, в день проезжают около 200 километров. Основная цель путешественников – посещение в разных регионах России интересных мест и достопримечательностей. В дальнейшем они планируют издать справочник о достопримечательностях нашей необъятной страны. Помимо этого, они заезжают в поселки и города с целью пообщаться с разными спортивными организациями. Ведь они являются лидерами Росмолспорта Московской области. Такая более глобальная цель – это именно работа с молодежью, работа со спортивными общественными организациями, чтобы в дальнейшем наладить какое-то сотрудничество. В Якутии парни прибыли 27 августа. В это время в нашей республике буйствовал циклон с перепадом температуры до минус 8 градусов. Но так как они экстремалы, то были заранее готовы к любым сюрпризам северной природы. Ночью уже на Нагорном перевале. Спустились ночью, было минус 8. Потом температура потеплела. Думали, что все, зима пришла. Спросили у местных. Они сказали, нет, даже для Якутии это слишком. Путешественников заранее предупреждали, что в Якутии дороги плохие. Приезжая по населенным пунктам республики, они на себе испытали, что работы по строительству автомобильных дорог здесь производятся недолжным образом. Насчет федеральной трассы. Не знаю, как раньше, но в последнее время и точно начали капитально заниматься. Видим, что места старой дороги убирают. И даже вот здесь сейчас тяжело проехать. Видно, что идет строительство по улучшению дороги. Но у них железные кони немецкой фирмы Трек. А это усиленные детали, крепкие карбоновые вилки и облегченный весом 10,5 килограммов транспорт. Из Якутия до Уснера ребята добрались за 10 дней. Впереди у них город Магадан. До столицы Колымского края, города Магадана, они намерены проехать еще столько же дней путешествия. Артур Старостин, НВК Саха, Аймеконский район. Спасибо за просмотр!